Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня мы с вами поговорим о том, как важен прикус правильный и поможет нам в этом кандидат медицинских наук, остеопат Григорьева Ольга Владимировна. В общем-то, я ворвался к ней на прием и прям вживую-живую снял для вас работу остеопата. Ну и перед тем, как мы перейдем к непосредственно съемкам работы Ольги Владимировне, я озвучу такое преждисловие о том, с чем же она будет работать. Дело в том, что так как остеопатия подразумевает в себе достаточно тонкую работу с мышцами и иннервациями нервной системы, соответственно, она может работать не только с мышцами спины, ног, рук, но и даже работать с мышцами лицевыми, более мелкими. И, соответственно, в данном видеоролике она исправляет последствия неправильного прикуса. Неправильное расположение зубов и нарушение их смыкания приводит к нарушению работы внутренних органов, влиянию различных хронических заболеваний, желудочно-кишечного тракта. К тому же в этом случае может пострадать и дикция, на что многие окружающие могут обращать внимание. Поэтому неправильный прикус может быть причиной различных комплексов и проблем социализации человека. Хочется обратить внимание на то, что позвоночник у нас работает как пружиночка, и когда идет перегрузка в одном изгибе лордозе, нагрузка по мышцам как бы перекидывается на одноименную направленность. Сгиб также шейный лордоз, то есть шейный лордоз и поясничный работают всегда вместе. Здесь вот даже если посмотреть по цифрам нагрузки, поясничка моргает, да, и тут же рядышком прямо с шеей. Почему хочется об этом сказать? Потому что очень многие люди беспокоятся о том, чтобы у них был правильный прикус, здоровые зубки. И вот тут вот мы смотрим по мышцам, как же они получают сигнал. Вот тут вот перекосик есть в пояснице. Опять реагирует напряжением шеи. Ну сколько мышц в пояснице, тут еще и тазовый пояс, кости, да, и сверху реберная дуга, и позвонки крупные. А шея, маленькие позвоночки, никаких ребер, да, то есть наиболее уязвимый уровень. И смотрим, куда она дает себя знать. Понятно, что через нее идет кровообращение головного мозга, что через нее идет сигнал к рукам. Но, третий сегмент шейный. И смотрим шея и переход на жевательную мускулатуру. Более того, и с одной стороны, и с другой. Дальше смотрим. Поднимаемся чуть выше. Второй шейный позвонок. Атлант, всем известный. С одной стороны, с другой. И вот здесь, чуть-чуть заметно, но это идет иннервация. Опять же, и жевательная мускулатура, и мимическая мускулатура, нижняя челюсть. Соответственно, дальше первый шейный позвонок. Подвывих первой, второй шейной позвонки. Очень распространены, к сожалению, вещи. Зачастую это бывает даже родовая травма. И тут вроде бы понятная взаимосвязь. Работа ортодонта, который работает с ортодонтическими конструкциями, с брекетами. И работа остеопата, мануального терапевта, невролога, очень тесно связаны. Но есть вот еще такой нюанс, о котором зачастую забывают даже ортодонты. Смотрите, к каждому зубу. Вот я беру, пожалуйста, резцы. Первый, второй. Зубы, которые мы видим все каждый день. Откуда идет нервный импульс? На уровне сегментарной иннервации. Понятно, что это все более сложный сигнал идет, но тем не менее. Второй, третий поясничные позвонки. Еще раз повторяюсь, это резцы. Второй, третий поясничные позвонки. Крестцовый отдел вплоть до Копчикова. О чем речь? О чем хочется сказать? Что, когда даже мы работаем непосредственно, корректируя прикус ортодонта, не забывают, что здесь нужен в помощь остеопат, остеопатические манипуляции, остеопатические процедуры, скажем так. И обязательно чередуя визит к ортодонту, визит к мануальной терапевту или остеопат. Сматриваем шейное отдел. Начинаем с верхних шейных позвонков, игру позвонков. Есть такое понятие в мануальной терапии, игра позвонков. Я постоянно подчеркиваю, что и остеопат, и мануальный терапевт могут быть полезны, потому что граница между процедурами мануальной терапевта и остеопата очень такая тонкая. И мы смотрим, как идет работа пальчиками, проверяем верхние шейные позвонки в первую очередь. Потом просим. Выложим. Я предупреждаю, что я аккуратненько пальчиками в ушки войду. И мы просим. Плавненько открываем ротик. Открываем. И я смотрю, как. И плавненько мы закрываем ротик. Вот чуть-чуть мы видим перекосик. Вот с ним мы сегодня будем работать. Здесь негко инфестировать. Дальше мы проверяем уже поясничный отдел. Я свободно шевелю. И мы смотрим. И подвижность. Девушка у нас на первом сеансе. Она уже сама готовится. Знает, что у нас с ней будет. Соответственно, с другой стороны проверим обязательно. Обязательно симметрия. И вот если там ножку я хорошо доводила, с ее так гибко совсем вот здесь вот мне немножко приходится напрягаться. Я вот вижу вот здесь напряжение мышц. Вплоть до смотрим, как срабатывают даже стопы. Потому что здесь изгиб, здесь изгиб, поясничный изгиб, и шейный изгиб. Проверяем их все в обязательном порядке. Вот здесь вот интересный был фактор. Ко мне на бочок поворачивайся пока. То есть ко мне как к неврологу обратились. Одна из жалоб была, в том числе и головный боль. Там маму беспокоила осанка. Было такое, да? Потом длительное сидение за компьютером. То есть проверяем все. Проверяем сейчас все. Вот. А в параллели... На другой, почувствую, ворачиваемся. А в параллели человек решил заняться красотой. И самое, что интересно, вот эта связь работы орфодонта и связь работы невролога, мануального терапевта. Ну вот у нас здесь вот есть некоторый элемент нестабильности. Можно было даже слышать это. Вот. Соответственно, даем упражнение. На животик переворачиваешься. Вот. Вот на бочок. И работая с прикусом, работая где-то с осанкой, сейчас человек скоро уже станет дипломированным специалистом. Очень много работы за компьютером. Я так понимаю, головные боли особо уже и не беспокоят. Уже ушло это. То есть красота и здоровье идут в паре. Без этого никак. И прикус справится. Не столь болезненные уже визиты стали, да, к ортодонту. Вот. Точно так же, как и мануальному терапевту. То есть так же, как пастопатические процедуры не приносят дискомфорта. Вдох делаем, выдох и расслабляемся. Вот так хорошо. Еще разочек. Вдох делаем, выдох, расслабляемся. Молодец. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...